С этим понятием сейчас очень большая путаница. Дело в том, что когда часто появляют компетенции из другой литературы, то его часто появляют как умение. И получается, что вот придумали новые понятия, но это вроде как поумение, а умение, они всю жизнь были в зимах. И с точки зрения грамотного преподавателя, который не поленился смотреть иностранную литературу, почитать это, он в недоумении. Зачем требовать эти компетенции, но вот есть же умение. И в итоге это превращается в то, что слово умение расписывают, переписывают на компетенцию, преподаватели и безлуют, потому что с их точки зрения это бесполезная работа, это действительно бесполезная работа, если я так выполню, потому что контекст того, зачем введено понятие, он оказался упущен, его как бы они донесли. А контекст, он следующий. Контекст, он связан с тем, что появились качества новые, ну точнее не появились, а появилась потребность в качествах сотрудников, которых набирают компании, такие, которых раньше не требовалось. Это связано с общим изменением производственного расклада, который появились. Вот, и я не буду сейчас про него там рассказывать, но смысл такой, что требуются люди, которые могут сами принимать решения, брать на себя ответственность, быть более динамичными. То есть, грубо говоря, с такой нелентого попа подраться, поет туда, 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 там, туда, что-то выяснить. У нас даже должно быть достаточно коммуникабельнее, входить в контакт, легко, вот, с другими, раскручивать. Они должны уметь анализировать информационные потоки. Они должны уметь с рассеянным типом информации работать. То есть, когда информацию частично исключили, частично перевидели, частично на улице, где что-то увидел, то это может систему собрать, понять, что там происходит. То есть, появился такой какой-то набор качеств, я могу дальше его перечислять, в целом, да, на которые мы раньше не особо внимания обращали, вот, и, как бы, за это оценки не ставили, а он нужен, именно вот такие работники и нужны. И чтоб это описать, вот оказалось, что давайте будем использовать язык компетенции, говорить, что это вот такая компетенция, коммуникательность. Понятно, да? То есть, язык появился для того, чтобы сформулировать задачу образовательную новую, которая, как бы, появилась под этим. Вот, это, как бы, один такой разорез понимания своего компетенции. То есть, это некие качества, которые, как бы, нужны. Но потом выяснилось, что эти качества очень нужны, потому что очень часто зум повисает в воздухе. То есть, человек получает красный диплом, приходит на производство, а ему говорят, вот это вот сделать можно, посылать что-то сделать, а он не может. Красный диплом есть, он не может. Он говорит, ну ладно, красный диплом стоит вложим, стоим. Будем тебе это делать, замок здесь прибавлючит. Вот такого человека говорят, что он, да, он сознанием искрасно диплом, но он некомпетентен. Потому что он не может свои знания, которых у него, может быть, и хватает, перевести в практическую деятельность. Я сам учился на физике. И могу сказать, что все, кто у нас там учили, задачи по электротехнике решают. Но если там в порции подрастная подработка, единицы из них могут разобраться, счет наводки. Единицы. Хотя знаний хватает школьных даже, не институтских. Это значит, что не хватает просто знаний. Еще должны быть какие-то качества, вот какой-то плюс должен быть, какая-то дельта, которая позволяет эти качества активировать в деятельностной позиции. И вот компетенция – это АБ. О том, как, это такой сплав, что ли, зума с качествами, с зумоведенческими паттернами, то есть умением себя вести определенным образом, да, которое в итоге позволяет этому зуму реализоваться в практической жизни, в практической как бы деятельности. А у нас очень часто получается, что знания существуют как бы в одном мире, в одном пространстве деятельности, в другом, и мостиков между ними очень как бы мало. Их как бы не хватает. И вот чтобы решить эту как бы задачу, она стала осознанной. Появилось сколько компетенций. Почему раньше она не возникала? Потому что раньше больше работали по инструкциям. Поэтому не надо было человеку самому решать, что он когда должен пойти, что-то считать. Ну, это говорим. А теперь он должен сам это, во-первых, увидеть этот момент. По-вторых, решиться. По-вторых, набор новых качеств. Он как бы сейчас добавляется. Он должен быть склеен. Поэтому идет разговор о компетенции. И этот контекст появления компетенции, это не просто умение, как оно понималось раньше в зуме. Когда вот просто реши задачу. Потому что реши задачу, когда тебе дали инструкцию, решай задачу. Компетенции ты сам согласен. Что им надо здесь решать в деятельности ситуации. Понятно? Да, это хорошо. То есть компетенция это сильные по поведенческие паттерны, а не только по зуму. Но когда мы дальше начинаем копать и разбираться, когда эти компетенции проявляются, понятно, что они зависят от личностных качеств, которые мы как-то формировали, от уровня мышления, которые еще раз формировали или нет. И тут выясняется, что в одних ситуациях больше задействовано одно мышление. В других ситуациях больше задействовано другое нашли. Я не буду сейчас подробно промышления, я не могу делить отдельный разговор. Но надо понять, что вот эта тема промышления тут же выскакивает в то же центр внимания, оно как бы дополнение. А второе, вот я приберу еще одно выражение на ресурсное состояние, потому что когда начинаешь развиваться с мышлениями, то вдруг выясняется, что поведенческие паттерны мышления, в свою очередь, зависят от способности человека перейти в определенное ресурсное состояние. Я часто спрашиваю, что такое состояние, я привожу такой пример, и сразу всем не видно понятно. Я говорю, представьте себе мозговой шторм. Вы расслаблены, вы так вот. И вы там что-то себе накидываете, знаете, что критиковать не будете. Вы в одном состоянии определенного. А теперь вы играете в шахматы. Если вы сделаете ошибку сильным противником особенности, все. То есть вам надо за каждым ходом следить и его тщательно отдувать. То есть состояние, психологическое состояние, в котором вы находитесь, и там и там идет мышление зависит. И там идет наступительный процесс, который имеет некий результат конкретный. Но состояние совершенно различное. И мышление, да, действие совершенно различное. В первом случае более образно, а в втором, может быть, логически просчитывая. Понятно, да? И так далее. Или, по крайней мере, их не сочетание различное. Комбинация сочетания. И вот оказывается, от этих ресурсных состояний зависит, в каком мышлении ты работаешь, и какой ты поведенческий паттерн сейчас можешь проявлять. А люди даже это сильно, это у нас не развито, мы не очень понимаем вот эту вот классификацию. В принципе, любой талантливый учитель это понимает. Даже не талантливый. Он говорит, дети, сосредоточьтесь. Это вообще вот про это. Чтобы они вошли в какое-то состояние. Ну, там, про салатус. Да там? Ну и все. Вот на этом, как бы, набор-то и ограничивается. То есть никакого четкого понимания классификации, как бы, нет. Какие мышления связаны с такими ресурсными состояниями, с какими компетенциями. То есть это область образования, которую только начали изучать. Если зумных разбирались сто лет, и вы, в общем-то, с ними разобрались, с ними работать, то как работать с этой новой триадой, компетенция, мышление, ресурсное состояние, не разобрались. Это такой фронтир. С этим только разбираются. Это как бы второй этаж. И что здесь очень важно понять. Здесь одно не отрицает другого. Их часто противопоставляют, и это совершенно неправильно. То есть говорят, если это школа компетенции, значит она против знаний. Это бред. Что компетенция может быть, например, связана с способностью работать в межпредметной области. Ну, понятно, там будет знание этих двух предметов. Значит, как ты будешь работать в этих межпредметных областях. Или говорят, что компетенция – это всегда за узкое что-то. Ну, вот я сейчас привожу пример компетенции, которая не за узкое, а наоборот. Межпредметные связи связывают. Нет. Компетенция – это не про узкое образование. Не правда это, да. И компетенция не отрицает знания, она не упирается. Это скорее, как, знаешь, второй этаж. Вот Zoom – это как бы первый этаж, а вот компетенция мышления и, собственно, станет как бы второй этаж, да. То есть не может быть этого второго этажа без первого. Ну, что, в отдыхе там есть. Какие-нибудь столбы-то должны быть, которые держат этот второй этаж. И если, как бы, нет этого, как бы, Zoom, то и компетенции развиваться не могут. И мышлением нечем оперировать, нечем работать после материала, как бы, нет. Понятно, да? И так далее. Вот. И поэтому более верная парадигма, с моей точки зрения, это когда Zoom не отрицается, а настраивается. Вот. А вот это вот извращение, которое сейчас происходит, что вот, мол, они этим стоят, это просто, с моей точки зрения, просто либо непонимание, в связи с тем, что, к сожалению, у нас его министерство, чиновники не могут донести до образовательной общественности многие вещи. Либо сами их не понимают, либо вот объяснить не могут. Ну, там, кто как. Там разные чиновники. Вот. И, в целом, как бы, возникает вот эта проблема Zoom. Но, совершенно, вот, если обобщить все это, то можно сказать так. Как бы Zoom никуда не денется, все равно знаниями и умениями надо будет работать. А, и появятся новые категории точно в новом образовании. Я почти уверен, что отмышления никуда не выйдут, как мы пойдут. Будут делать классификации разных мышлений, как его развивать. Компетенции тоже будут. Может быть, откажется от этого слова, заменят его на эти владения, как в этих зубах. Может, еще что-нибудь, но смысл от этого не изменится. В принципе, это поскольку все равно, как бы, с этим надо работать.